В начале 2002 года вспыхнул политический скандал. В западных банках арестовали тайные многомиллионные счета главной семьи страны. Во многих средствах массовой информации западных стран было опубликовано большое число материалов по казак-кейту. Речь идет об очень крупных суммах, истинными владельцами которых являются высокопоставленные чиновники нашей страны и ближайшие родственники главы нашего государства. Деньги, конечно, в республику не вернулись, но Рахат Алиев формально был отстранен от силовых структур. А менеджеры и реформаторы становились политиками. Они понимали, никакая здоровая экономика в стране невозможна без глубоких политических реформ. Ситуация в стране такова, что мы объявляем о создании общественного объединения «Демократический выбор Казахстана», которые ставят своей целью защиту демократических ценностей, защиту прав и свобод наших граждан. Мы обращаемся ко всем, кому дороги идеалы свободы и демократии. Мы обращаемся к вам за поддержкой. Нашему государству необходим сильный и полномочный парламент. Нашему государству необходимы всенародные выборы местной власти. Нашему государству необходимы свободные и независимые средства массовой информации. Нашему государству необходима демократия. Мы верим в свой народ, мы верим в демократический Казахстан. Наш президент не может выйти из собственной же феодальной системы. Если бы он смог, что называется, дожить, протянуть свой политический срок до начала парламентских реформ, тогда бы он, конечно, должен был бы просто ухватиться за млада демократов. Лучше бы, конечно, если бы Мухтар был с нами, я имею в виду с властью. Его способности, его знания, его опыт очень сильно помогли бы правительству, прежде всего. Вот что заставило человека, валютного миллионера, он очень богатый человек. Отец троих детей, любящий отец и муж, яркий представитель элиты, и вдруг он делает такой шаг. Мое воображение тоже поражает, я не могу найти ответа на эти вопросы. То есть это получается полностью расколоть власть на два лагеря и начинать непримиримую войну. Во всяком случае, так было расценено наверху эти действия. Позицию власти озвучил премьер Такаев. Я вынужден обратиться к народу Казахстана, президенту и парламенту страны. Некоторые наши граждане и даже государственные служащие решили объявить собственному государству войну. Кто больше всех говорит о сворачивании демократии в Казахстане? Бывший президент Кегок и член правительства Мухтар Аблязов. Заместитель премьер-министра Ураз Жандосов, Аким Павлодарской области Галамжан Жакьянов. Я внес предложение освободить их от занимаемых должностей. Если президент не примет мои предложения, то в отставку уйду я сам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...